это сирена громкие чп за неделю страшная правда и жизни города мы уложимся ровно в 10 минут засекайте полыхала как спичка на улицкого сгорела квартира не потушенная сигарета или роковая случайность последний раз мы смотри как видели как он полз на карачках по дороге пьяный кто ответит за чп тише едешь дальше будешь никуда не спешил решил первый поехать просто чем заканчивается жажда скорости и глаза боятся а руки делают житель красноярского края пошел на кражу с дверной ручкой выгорело ли дело мы начинаем воскресенье на урицкого произошел пожар который взбудоражил весь город кадры из места чп мгновенно разлетелись по соцсетям неосторожное обращение с огнем в очередной раз закончилась гибелью выбитые окна закопченные стены и расплавленная проводка то что после себя оставил огонь с места событий карина гуревич пожар наурицкого поднял на уши чуть ли не весь бобруйск на этих кадрах видно как огонь выбивает стекла и коптит несколько верхних этажей над многоэтажкой зависает облако черного дыма языки пламени отчетливо виднеются даже на дальнем расстоянии жильцы буквально обрывают телефоны мчс а очевидцы снимают происходящее на смартфоны и причитают наталья погорельщик показывает на залитые стены и не понимает за что и такое горе говорит уму непостижимо как обычное воскресенье за считанные минуты превратилась в самый настоящий триллер и добавляет всему виной пьющий сосед сверху с ним борьба велась не один год добром все это не кончилось я здесь сидела кошка моя там лежала и такой звук ух вот как как что-то выскочило и тут же этот слышу посыпались это я скоро и туда как ну а между пламени видно я открываю женщина на той стороне над вами над вами здесь это уже не первый пожар причиной прошлогоднего стала непотушенная сигарета и в очередной раз алкоголь правда тогда все отделались легким испугом предпосылок этому чп много одни хуже других последний раз мы с мажей как видели как он полз на карачках по дороге пьяный свалился и на карачках до подъезда господи спасателям как отмечают соседи пришлось спиливать дверь в комнате они обнаружили тело мужчины без признаков жизни предварительно погибший 46-летний хозяин квартиры следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия опрошено соседи погибшего назначено проведение пожарно-технической судебно-медицинской и генетической экспертиз по данному факту бобруйским международным отделом следственного комитета проводится проверка все обстоятельства устанавливаются предварительная причина пожара неосторожное обращение с огнем погибший жил один и не работал а электричество в квартире давно отключили за неуплату стены нескольких этажей черные от копоти на шестом расплавленные дверные звонки висят остатки проводки жильцы пытаются хотя бы минимально отмыть последствия страшного огня статистика за три месяца неутешительная в городе и районе уже восемь погибших масштабах страны 236 стоит ли минутное удовольствие жизни ответ очевиден карина гуревич максим галенка бобруйск 360 воскресенье выдалось жарким во всех смыслах еще один пожар произошел в бобруйском районе в садовом товариществе агромаш сгорел жилой дом на номер 112 позвонили во втором часу ночи когда спасатели прибыли на место чп постройка уже полыхала как внутри так и снаружи мать хозяйки в это время находилась на улице внутри горящего здания никого результате пожара повреждено имущество в доме полностью уничтожена кровля перекрытие обуглены стены пострадавших нет на данный момент причина пожара выясняется порядка 50 пожаров бобруйске и районе такая статистика 2022 по республике свыше полутора тысяч эти цифры растут с каждым днем сон не во благо в кировском районе в аварии пострадали три человека дтп произошло около 10 утра вторника 59-летний водитель уаза по предварительной информации уснул за рулем в результате чего столкнулся с грузовиком который ехал по встречке от удара внедорожник съехал в кювет и опрокинулся водитель и еще два пассажира 51-летняя женщина и 21-летний парень с травмами госпитализированы need for speed дорожная милиция всегда на страже скоростного режима особое внимание потенциально опасным участкам в 2021 в белоруссии за лихачество произошло свыше 340 аварий к чему приводит сумасшедшая езда знает татьяна горбач хоть в городе казалось бы особо не разгонишься отчаянные автомобилисты все же находят места для уличных гонок здесь справедливый инспектор и точный радар весьма кстати на проспекте строителей наряд дпс останавливать серебристый ford focus превысили установленную скорость движения в населенном пункте 60 километров в час на 26 километров в час то есть двигатели двигались со скоростью 86 километров в час штраф 32 рубля это если нарушение первое за превышение на 40 километров кошелек похудеет до 320 за повторно и вовсе до 480 законы физики никто не отменял при увеличении скорости тяжесть последствий дорожных происшествий возрастает в геометрической прогрессии при столкновении на 50 километрах в час риск смертельного исхода для пешехода 40 процентов при 65 уже 84 а куда вы так спешили спешил никуда не спешил решил первый поехать просто а это ваше первое нарушение за года в этот раз никто не пострадал но все могло быть по-другому например как в начале марта в могилеве водитель джили не снизил скорость перед пешеходным переходом проехал на желтый избил двух мальчиков к счастью дети серьезных травм не получили с 18 по 22 марта на территории города бобруска проводится целевой комплекс мероприятий скорость за два с половиной месяца текущего года на территории города бобруска было привлечено 70 водителей к административной ответственности за нарушение скоростного режима движения в прошлом году за превышение скорости к административной ответственности в бобруске привлекли 220 водителей кто-то торопится и куда-то опаздывает а кто-то просто предпочитает быструю езду но только не стоит забывать народная мудрость тише едешь дальше будешь по-прежнему актуально татьяна горбач максим галеонка бобрусь к 360 слабоумие и отвага курьезный случай произошел на днях в красноярском крае мужчина не побоялся пойти на дело без оружия и взял с собой все что попалось под руку под выпивши но уверенно в себе злоумышленник пытался ограбить круглосуточный магазин угрожая продавщицы дверной ручкой женщина не испугалась и применила против нападавшего еще более опасное оружие пачку пластиковых пакетов горе налетчик был вынужден делать ноги мужчину арестовали теперь ему грозит наказание по статье о разбойном нападении это была сирена но больше новостей ищите на нашем канале в ютюбе соцсетях я кристина рианс увидимся через неделю